Антикризисные меры, инвестиции, поддержка малоимущих. Эти темы стали ключевыми в ежегодном послании губернатора к областному ЗАГС собранию. Подробнее Виргина Матьвасян. Послание к законодательному собранию Кировской области это своего рода программный документ, в котором глава региона обозначает политические, экономические и социальные ориентиры. И каждый раз акценты в послании ставятся в зависимости от стоящих перед регионом задач и реального положения дела. Предстоящий период будет сложным для экономики области. Нам предстоит огромная работа. Все предпосылки для выполнения намеченных целей для этого есть. В среднесрочной перспективе нам необходимо реализовать меры, направленные на активизацию структурных изменений в экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных темпов прироста экономики и социальной стабильности. Реализация пакета антикризисных мер, дорожные карты, привлечение инвестиций, газификация, развитие автодорог и авиаперевозок, благоустройство территорий и выполнение майских указов президента. Таков минимум на ближайшие годы. Еще одна стратегически важная задача – обеспечение условий для малого предпринимательства. В правительстве Кировской области разработан законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2016 года на территорию области дополнительной дифференциации размера годового дохода в зависимости от места введения предпринимательской деятельности с учетом численности проживающего населения. То есть чем меньше человек проживает в муниципальном образовании, тем ниже потенциально возможны к получению индивидуальными предпринимательными доходами, соответственно, тем дешевле будет стоимость патента. Еще одним эффективным инструментом в данном направлении мы определили возможность введения с 2016 года системы налоговой поддержки для субъектов малого предпринимательства за счет установления на территории региона так называемых налоговых каникул. Говоря о привлечении инвестиций в экономику области, Никита Белых особо акцентировал внимание на работе существующих в регионе институтов развития. Также важное значение имеет поддержка одной из системообразующих отраслей экономики региона – сельского хозяйства. В текущем году поддержка сельхозтоваропроизводителей от предоставления налоговых преимуществ по региональным налогам составит почти полмиллиарда рублей. Какие бы трудности не испытывала экономика, приоритетом остается исполнение социальных обязательств. Понимая всю сложность формирования бюджета и в то же время понимая политическую значимость 2016 года, поручаю предусмотреть на реализацию программы по поддержке местных инициатив не менее 300 миллионов рублей. И заместителю правительства области Матвею Дмитрию Александровичу подготовить предложение по совершенствованию проекта поддержки местных инициатив, его развитие для вовлечения в этот проект максимального количества наших с вами сограждан. Выступление хоть и считается посланием к законодательному собранию, но по сути адресуется не только ему. Ни один из замов губернатора не остался без поручений и конкретных сроков для их исполнения. Что мне импонирует, это развитие инвестиционной привлекательности нашей области, потому что на все проекты социальные, экономические, развитие сельского хозяйства, промышленности области, конечно же, в бюджете денег нет, и поэтому нужно привлекать инвестиции на развитие дорог, сельского хозяйства, аэропорта и многие-многие другие направления, которые сегодня акцентировал Никита Юрьевич. Депутаты отметили в послании и то, что в сфере здравоохранения продолжится работа по обеспечению доступности и повышению качества медпомощи, в том числе для сельского населения. Акцент был сделан и на повышение доступности услуг в сфере дошкольного образования. Многое предстоит сделать в области строительства и реконструкции объектов культуры и спорта. В течение всего периода прошлого года совместная работа велась, то есть многие вещи обсуждались, дискутировались, разрабатывались, внедрялись вместе с депутатами законодательного собрания, поэтому я считаю, что в данном послании произошло некое обобщение. В этом послании я тоже хотел бы и к себе какие-то претензии услышать, что да, наше предложение есть, там фраза прозвучала, они учитываются или еще, но может быть в чем-то мы совместно не дорабатываем, потому что в этом послании услышать и исполнительная власть, и как представительная, мы должны к цели одной и подсказывать друг другу, и в общем-то, наверное, и критиковать друг друга. А задача у законодательной и исполнительной власти действительно общая – улучшить качество жизни кировчан и обеспечить позитивную динамику социально-экономического развития региона. Эргина Мативосян, Валерий Никулин, Вести, Киров.